Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в очередной раз, в очередной вечер, прекрасный, теплый, чуть не сказала летний, но в принципе погода вполне, да? 25 градусов я сейчас ехал, у меня показывал. Так вот, прекрасный летний вечер, мы говорим о наших наболевших темах, а точнее обсуждаем ситуацию на фондовом рынке. Ну, на финансовых рынках так более крупно будем смотреть. Итак, тема сегодняшнего эфира «Фондовый рынок. Идеи для инвестирования и прогнозы». Великолепное слово, очень меня будоражит всегда. У нас выездное заседание «Росгидрометео». Вы любите вообще, уважаемые гости, давать прогнозы? Кстати, извините, я не представил. Сегодня у меня в гостях Сергей Григорян, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанк». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. И Александр Лапутин, руководитель направления структурных продуктов брокерского дома «Открытие». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ну, давайте так, мы пока от рынка немножко абстрагируемся. Настроение как? Настроение, Саша? Ой, прям вот как абстрагироваться от рынка-то сложно. Как настроение? Да хорошо, что там? Плюс 25 на улице, минус полтора на рынке, или сколько? Минус 0,5 на рынке. В общем, остаемся в плюсе. Нейтральная такая позиция. Погода хорошая, а рынок валится. Всегда могло быть хуже. Это точно. Вот, молодец, молодец. Я считаю, так надо смотреть на это. Все могло быть гораздо хуже. Сереж, как настроение у тебя? Отличное настроение. Единственное, что погоду, видимо, пора шортить, потому что, по моим прогнозам, температура будет падать. Браво, браво, браво. Ну что ж, друзья мои, уважаемые слушатели, вам напоминаю, я телефон в студию. Звоните, задавайте вопросы и делитесь неожиданными инвестиционными идеями. Вот, в частности, Сережа сейчас предложил открыть короткую позицию в погоде. Ну, кстати, как это не смешно, да, ведь мы знаем, что есть фьючерсные контракты и на погоду в том числе. Да, но там есть такая паршивая штука, боюсь, там уже абеквардация. В декабре точно. Все, ладно, не надо пугать слушателей наших в начале программы. Итак, телефон в студию 6510-99,6, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, делитесь своими размышлениями, мы вам всегда рады. И начинаем традиционно с картины маслом. 18.07 в Москве, американцы открылись. Ну и... И, и... И показывается следующая картина. И оба практически, да, и Dow Jones, и CP ниже в отрлении. Первый теряет 3%, второй, пардон, 0,3%, может быть, сорвалось. Второй 0,5%. Наши ребята сегодня, в принципе, да, ну, под закрытие, по крайней мере, немножко приходят в себя. Хотя в моменте, да, Саш, ты помнишь, они показывают сегодня более внушительную динамику. РТС пробивал 1500 сверху. Вот, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, почему к сожалению? Ну, пока, да. Чую я, кто-то в шортах сидит из нас троих. Не говорите. Ну, ладно, ладно, это все, по Фрейду у меня сегодня оговорки. Да, но, тем не менее, да, вот это слово я хотел сказать. Но, тем не менее, да, под конец торговой сессии все-таки выбирается выше 1500. 1508 текущая котировка, 0,5% в моменте он теряет. Индекс ММВБ, да, чуть скромнее, 1496 текущая котировка, 0,2% теряет он. Ну, понятно, почему, потому что на рублевом рынке тоже не все спокойно. Сейчас мы об этом тоже поговорим с вами. Итак, сырьевые рынки. Нефть марки Brent, ну, закрепилась ниже 110, 1879 за баррель текущая котировка. Так, она сегодня более-менее спокойно себя ведет. В отличие от вчерашнего дня, Lite 92, выше 90, собственно, пока держится золото в пределах диапазона. 1760 за унцию текущая котировка. Основные индикаторы, ну, и давайте основной индикатор валютного рынка показывает нисходящую динамику практически всю неделю. Ну, все, вторую половину недели. Сейчас 1,2940 и вплотную приближался он сегодня к 29-й фигуре. Сверху все это было не просто так. Ну, и набор голубых фишек сегодня торгуется разнонаправленно. Все они, в большинстве случаев, показывают динамику отрицательную. В общем, все, все как бы, все как бы хорошо. Ну, что ж, давайте начнем наш разговор. Начнем мы вот с чего. Начнем мы вот с чего. Давайте вот с чего начнем. Значит, смотрите. Неожиданный позитив, хорошо, неожиданный ожидаемый позитив, да, который на пользу сознания инвесторов и спекулянтов в конце прошлой недели, видимо, улетучивается, если не улетучился вовсе. Последние два дня, да, это активно видно. Сегодня, кстати, ночью статистика по Китаю небезызвестная выходила и еще раз разочаровала рынок. Хотя в моменте вроде бы там, да, 14,6 предыдущее значение, или ожидаемый на 14,8, а, прости, 46,6, да, и 46, не помню точную цифру. Но как минимум ниже 50, да, это CPI, по-моему, выходил сегодня, да, в обрабатывающей промышленности. PMI, наверное. PMI, да, прошу прощения, да. PMI выходил, да, в обрабатывающей промышленности, показал он ниже, значит, ватерлинии, ниже 50%, и, собственно, разочаровал рынки в очередной раз. В общем, что мы наблюдаем сейчас с точки зрения текущей динамики? Вот это падение, это действительно повод для того, чтобы шортить все подряд, все, что можно. Сереж, как думаешь? Нет, шортить, я думаю, точно не стоит сейчас, потому что, когда мы видим такую координированную политику практически всех уже центробанков по всему миру, которые показывают свою готовность, условно говоря, в той или иной форме заливать деньгами, то, ну, шортить я бы, наверное, сейчас не рискнул. Другое дело, насколько агрессивно покупать, и покупая, насколько там в долгую закладываться. Вот это другой вопрос. Сейчас у меня, например, нет уверенности далеко в том, что рост будет продолжаться, так сказать, стабильно и долго, скажем, несколько месяцев. В этом у меня пока нет уверенности, потому что меня смущает такая штука, как, например, на том же американском рынке. Я сейчас про наш пока не говорю, потому что здесь есть свои причины. Конечно, мы широко сейчас. Мы говорим сейчас широко по рынку акций, то есть вот глобальный рынок акций, тот же американский, он находится фактически на своих хаях, но при этом, при этом, обычно, когда рынок здоровый, то циклические компании, они опережают рынок и опережают так называемые защитные сектора, да, то есть под циклическими мы понимаем, что это там нефтянка, там материал, то, что называется сырьевые компании. Под защитными это там здравоохранение, потреб сектор, технологии, как правило, таких давно работающих компаний, там выплачивающие дивиденды и так далее. Мы видим, что сейчас вот это соотношение циклических к защитным компаниям, несмотря на то, что общий рынок находится на хаях, вот это соотношение находится практически на низах 2009 года, то есть рост, он не был поддержан, вот так сказать, внутренней силы у рынка нет. Это меня очень сильно смущает, как бы и говорит о том, что спекулянтам нельзя сейчас ни в коем случае расслабляться и нужно играть рынок от покупки, но периодически фиксируя прибыль. То есть вот сейчас пошел откат, я думаю, что он там, может быть, сегодня или там на днях закончится, снова пойдет там разворот, какой-то очередной виток вверх, там на нем нужно будет, я сейчас говорю о спекулянтах, не о долгосрочных местах, продать, как бы и так далее. Почему это, собственно говоря, вот волнует меня, причина на самом деле простая. Вот мы увидели, что с начала лета практически Европа, она приняла уже ряд мер, которые, в общем-то, в результате привели к некоторому ослаблению напряженности. То есть там банки европейские отросли на рынке. А что за меры, извиняюсь, ряд мер ты говоришь, какие меры? Ну, последнее, это вот фактически безлимитный выкуп облигаций, да, ну, хотя бы. Несмотря на это, вот это вот соотношение циклических защитных секторов на низах, что для меня означает одно, что инвесторы, они как бы вот на этот позитив, который пришел из Европы недавно, они уже смотрят не так сильно. Не так позитивно. Ну, скажем, это уже в цене. А больше идет концентрация на негативных ожиданиях со стороны китайской, так сказать, жесткой посадки, да, и того, что образно аналитики инвестбанков назвали fiscal cliff, то есть финансовый фискальный утес, можно сказать, куда идет американская экономика при отсутствии, как бы, скоординированных мер между Белым домом и Конгрессом, куда она может свалиться в начале 13-го года. И вот это вот самый утес, как бы, плюс Китай, я думаю, сейчас давляют над рынком, и поэтому я бы сейчас играл его от покупки, я еще раз говорю, но периодически фиксируя прибыль. Я понял. Ну, тогда получается, что оптимизм, да, который нам предложили сначала Европейский центральный банк, потом Американский центральный банк, вчера и Банк Японии объявил о том же самом, да, тем, поддержал сначала, ну, поддержал, опустил сначала японскую иену, а потом ее радостно опять начали откупать и, собственно, вынесли уже опять на те же уровни практически. Я, кстати, забавную вчера где-то формулировку увидел, что японскую иену по итогам вчерашних торгов можно было бы признать валютой дня. Валютой дня, вот такая неожиданная форма. Ну, действительно, ее вчера швыряло в разные стороны, мама не горюй. То есть, речь идет о том, что этот оптимизм, который предложили, да, он очень быстро растворился, и, что забавно, да, инвестор, с твоей точки зрения, сейчас смотрит все-таки не совсем в завтрашний день, а он в послезавтрашний даже, скорее. Дело в том, что для того, чтобы... Сереж, я прошу прощения, мы сейчас привемся, послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о текущей ситуации на финансовых рынках. В гостях сегодня Сергей Григориан, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанка», и Александр Лапутин, руководитель направления структурных продуктов брокерского дома «Открытие». Еще раз добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. Телефон в студию 6510-99,6, код 495, и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными размышлениями по поводу ближайших событий на финансовых площадках. Итак, мы продолжаем наш разговор. Собственно, прервались мы на идее, что сейчас давлеет. Действительно, оптимизм быстро прошел. Ну, откуда оптимизм, да, мы только что об этом сказали. Быстро прошел, а сейчас, вот по мнению Сережи, по крайней мере, да, уже инвестор так перекладывается на более дальние события. Я просто хотел буквально фразу закончить свою, которую начал. О том, что вот при количественном смягчении в первом раунде и втором была одна такая общая черта. А после объявления о смягчении макроэкономические цифры, показатели, они какое-то время, несколько недель после этого выходили с опережением ожиданий, что поддерживало рост. При этом во второй раз рост был слабее даже, чем в первый. Сейчас, если мы этого не увидим, то, в принципе, роста как таково вообще может не случиться с этих уровней, потому что он уже в цене. То есть рынок, тот же S&P с начала года уже плюс 16%. Поэтому сейчас инвесторы будут смотреть уже на реальный цифр. То есть они дождались объявления. Все, что хотели, они услышали от всех центробанков. Но, тем не менее, пока нужно подтверждение реальной экономики. То есть я правильно тебя понимаю, да, смотри. Вот эти ожидания, когда мы росли на ожиданиях, да, что Федрезерв включит станок, то каждый раз была парадоксальная ситуация. Мы статистику видим плохую по штатам. И это нас заводит, ну, в хорошем смысле слова, да? По сути, да. Потому что перед третьим объявлением третьего КУИ, если вы помните, за две недели до этого все еще шли очень хорошие цифры, а за несколько дней, до за неделю, по-моему, пришли устрашающе плохие цифры по рынку труда. Ну, в частности, да. И народ как-то, сразу вероятность КУИ повысилась, сразу рынки начали расти. Ну, то есть я еще раз подчеркну, что парадоксально, мы все время наблюдали, плохая статистика по штатам, рынок растет, да, там, доллар падает. Я все время спрашиваю, а где логика-то, в чем логика, почему, должно все наоборот быть. А логика вот такая, пожалуйте. Это значит, что плохая статистика, это значит, что более вероятно КУИ-3. А сейчас получится наоборот. КУИ-3 случилось, объявили вам, дадим денег. Теперь давайте, улучшайте статистику, да, по безработице прежде всего. И посмотрим, сейчас плохая статистика может, конечно, сыграть плохую шутку. Хорошо, Саш, значит, смотри. Ну, я уж не знаю, да, первая причина это или не первая причина, но в любом случае, одно из основных событий, вот этих негативных сейчас, это падение цен на нефть, падение цен на сырье. И мы сейчас будем, значит, разворачивать вектор на наш с вами, ну, на наш с вами рынок, да, так корректно сказать, на наш отечественный рынок будем разворачивать этот вектор. И тут очевидно, что мы завязаны на этих ценах. Что происходит вот два дня как минимум подряд, почему цены так валятся? Со 116 после объявления КУИ-3 и сейчас ниже 110 уже. Ну, в принципе, да. Действительно, согласен с тем, что, если так коротко, скажем, коротко повторить то, что было сказано, этот рост имеет монетарную природу, не экономическую, а монетарную. Вот, посему, действительно, а хочешь не хочешь, инвесторы все-таки смотрят на экономику. И, опять же, вот, ну, если так сильно, я, конечно, не буду на 100% прав, но вот немножко утрирую, можно сказать, что в этом росте инвесторов почти нет. Там в основном спекулянт. По крайней мере, те идеи, которые отыгрываются, они совершенно точно не экономические, не инвестиционные. Что такое любого рода количественное смягчение, любого рода там КУЕ, ТВИСТ и все остальное. ТВИСТ в меньшей степени, КУЕ в большей. Это штука сильно инфляционного характера, да, и мы видим, скажем так, в низком старте серебро, в низком старте золото в основном, конечно же. Нефть туда же и нефть, последний вот этот, последний какой-то отрезок росла на чем? На том, что доллар гвоздем втыкался вниз, да. Вот, а нефть хошь не хошь, а в долларах измеряется. Соответственно, они ходят практически всегда в противофазе. Единственное, что эту противофазу может немножечко скорректировать, это, ну, например, там доллар падает, нефть растет, или наоборот, там доллар растет, нефть падает, но на нефть какой-то спрос, который непонятно откуда может нам взяться, который поддерживает, допустим, нефть даже на растущем долларе. То есть нефть это производная, понятно, что в первую очередь от спроса и предложения, и в средней долгосрочной, скажем так, перспективе, да, это в основном, конечно, модель спроса и предложений здесь действует. Вот, а в краткосрочной перспективе, опять же, это рост доллара приводит к снижению всех, скажем, коммодитис, кого-то больше, кого-то меньше, вот, то, что номинировано в долларах. Да, это обратная корреляция, она всегда будет. Вот, это раз. Второе, что, собственно, со спросом и предложением нефти особо ничего не произошло. Посмотрим на прогнозы, которые дают Международные энергетические агентства по спросу, соответственно, по факту, по предложению. Там, в принципе, спрос потихонечку подрастает, предложение тоже, там, по-моему, не стагнация, там небольшой-небольшой рост. И, в принципе, как вот я и говорил, наверное, где-то, не знаю, уже, наверное, месяца три, может, назад, может, больше, вот, что фактически цена нефти, она будет где-то в районе, там, 110-115, ну, плюс-минус, с заходами, со спекулятивными заходами сильно выше и сильно ниже. А где-то среднее, согласно этой модели спроса и предложения, оно где-то здесь и будет. Вот такой заход мы видели, да? Да, то есть легко, может быть, 80, легко, может быть, 130, там, да, там, может быть, выше, бог его знает, но, скорее, вот, она цена... Справедливая такая, да? Ну, да, условно, справедливая ее можно назвать, не особо, наверное, люблю это название, но все-таки... Ну, это да, она такая многограммная. Соответственно, сейчас мы немножечко, может быть, там, вышли выше, чем надо, сейчас повод скорректироваться, опять же, доллар начал расти, вот, и так далее. Плюс к тому, не стоит забывать, опять же, мы вернулись к российскому рынку, ну, уж, простите, я про Америку, да? Давай. Выборы, госдолг штатовский и так далее, и так далее, и так далее, все вот эти вот вещи, да? Поэтому я думаю, что заход в доллар, а для того, ну, если штаты будут делать какого-то рода вливание, а я убежден, что они будут расширять лимит госдолга, вот, каким-то образом, на много или нет, не знаю. Скорее всего, они не уложатся в этот вопрос, когда, да? Вот, им нужен сильный доллар в этот момент. Дальше им доллар нужен, будет слабый. И вот я думаю, что вполне возможен еще один заход условно в безриск, потому что... А что такое безриск? Это, ну, в первую очередь, это гособлигации штатовские, трежерис, да, долларовые. Соответственно, им нужен высокий доллар, им нужна низкая доходность по трежерям, им нужно, ну, условно, там, каким-то образом шугануть народ, чтобы всем стало страшно, чтобы доходность по трежерям немножко прибили. Вполне возможно, что этот заход в доллар и в безриск может случиться, там, в этом году. А шугануть они чем могут? А, да, чем угодно, на самом деле. Тем же самыми экономическими данными, правильно абсолютно, вот, здесь говорили, да, вы оба, кстати, вот, что в экономике-то особо, там, счастья нет никакого, вот, а монетарные все вот эти вещи их ждали, действительно ждали. Вот, я, честно, не верил в QE3, вот, но рынок был со мной не согласен, я здесь был неправ. Вот, соответственно, что, дождались, да, хорошо, обрадовались, вытащили S&P, там, на уровень, там, его, по-моему, начало 2008 года, что ли, да, что-то типа того, да, то есть, условно, кризис стерли вообще практически. Вот, ну, а дальше-то что? Дальше, вот, я, пожалуйста, доставай снова, безработица, ну, инфляция, она немножечко, там, она скорее, наоборот, придет, там, приведет к снижению доллара, да, то есть, вот, что там еще может, какие скелетики? Опять же, те же самые PMI и так далее, так далее. Давай вот об инфляции, очень интересный момент, потому что, ну, очевидно, да, я думаю, что ЦБ накачивает, ну, любой ЦБ накачивает экономику деньгами, это не может никак, хотя бы, там, в среднесрочной отразиться на инфляции. Абсолютно верно. И что будет в этом? Ну, вот, как я себе это вижу, да, вопрос, когда начнется, не знаю, накачали деньгами много-много-много денег, много долларов, да, сейчас, ну, когда инфляция идет, инфляция и, в принципе, рост, это когда работает кредитный мультипликатор, да, то есть, сейчас в Штатах не особо охотно берут кредиты, пик рефинансирования прошел полтора года назад, жилье, кстати, жилье в Штатах подрастает, обратите внимание, не все там так плохо, да, есть там какое-то счастье. В цене, да, в цене подрастает, вот, и когда пойдет более-менее какой-то нормальный объем кредитования, ставки по-прежнему низкие, кредиты по-прежнему дешевые и так далее, тогда мы можем, условно говоря, понимать, что, с одной стороны, экономика включила уже, там, скорее уже не вторую, даже третью передачу, да, и, собственно, кредитный мультипликат, и вот тут инфляция, хошь-не хошь, а попрет, вот, и, ну, опять же, я не удивлюсь, если инфляция будет 6-8 в долларах, ну, вообще ни разу не удивлюсь. И дальше, как я сейчас... При этом, извини, вот это вот выступление Бернанке, он, понятно, да, что всегда в две стороны смотрит, да, центральный банк, одна из этих сторон, как раз, инфляционное давление, он, тем не менее... Это основная. Да, да, да. Он, тем не менее, говорит о том, что низкие ставки у нас будут до конца 15-го года. Ну, опять же... Если он предполагает, что инфляция до конца 15-го года не зашевелится. Если он сейчас это предполагает, это не значит, что он не поменяет свое мнение, когда она действительно зашевелится. А это может гораздо раньше. И вот здесь, на самом деле, вот реально, там, хочу обратиться ко всем слушателям, и понятно, что люди, там, в ФРСе, в нашем ЦБ, там, довольно умные, не стоит думать, что они что-то знают наверняка. Они предполагают. Только, кроме Господа Бога, не знает никто. И на самом деле, да, когда... Но согласитесь, они знают чуть больше все-таки, чем мы. Они знают чуть больше, безусловно. Да, поэтому... Но, тем не менее, да, вот, если бы они все могли и все знали, было бы все намного... Может быть, и не было бы 2008-го года и так далее, да. Поэтому все это дело может измениться. Я тоже там, ну, не знаю, когда это начнется. Но когда начнется более-менее нормальная инфляция, что это будет? Первое, поползут ставки наверх, но... Ставки поползут в ФРС, совершенно точно, по моему взгляду, будут поднимать ставки с запозданием. То есть, более осторожней, чем я, чтобы не убить экономический рост с этими ставками. Но с инфляцией он будет бороться. И, соответственно, здесь, опять же, включится уже, там, скорее, не третья передача, а уже вторая ступень во всех коммодитис. И тогда, я не знаю даже, куда это все дело может улететь. Да, но тогда, собственно, счастье будет именно в сырьевых рынках, в сырьевых валютах, в сырьевых, ну, в сырьевых товарах. О, глупость сказал. В принципе, в товарах. Да, в сырьевых товарах. Сереж, ну, ты согласен, да, что спасение от инфляции, это именно вот какие-то реальные активы. В частности, то, что Саша перечислил. Ну, да, это однозначно, потому что, в принципе, реальные активы, это единственное, что может расти в период, когда экономика стагнирует, а инфляция растет. Конечно. Чего я, в принципе, ожидаю. Это сценарий 70-х годов. Акции, они, может быть, в номинальном выражении и вырастут, но, скорее всего, это будет просто широкая пила, волатильность, банды в этом случае упадут. Согласен, нещадно упадут. А золото, серебро, хорошая недвижимость, которая приносит доход, вырастет. Вот, в принципе, на этом мы и, как бы, ориентируем, честно говоря, своих инвесторов, своих клиентов. А по золоту какие-то у вас есть таргеты? Ну, таргеты, на самом деле, я не люблю, потому что я считаю, что тренд, он может завести куда угодно, на самом деле. Но есть такая вот статистика, после КУИ-1 и КУИ-2 золото в течение 9-12 месяцев вырастало примерно по 40%. Если учесть, что... Перёж, извини, к статистике вернёмся попозже, послушаем новости в исполнении Насти Юрьевой. Добрый вечер ещё раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ближайшие, ну и, может быть, не ближайшие перспективы событий на финансовых площадках. Идеи для инвестирования и прогнозы. Тема сегодняшней программы. И у меня в гостях, я напомню, Сергей Григорян, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанк» и Александр Лапутин, руководитель направления структурных продуктов брокерского дома «Открытие». Для вас, уважаемые слушатели, также есть напоминание. Телефон в студию 6510-996, код 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Продолжаем наш разговор. Прервались мы вновь перед уходом на новости. Разговаривали о возможных сохранениях. Про золото плюс 40. Да-да-да. Плюс 40. Куда бежать? Я не договорил. Плюс 40 было примерно и там, и там, после первого и второго КУИ. Если сейчас отсчитывать от уровня 1700, день объявления третьего КУИ, прибавить 40%, это будет примерно 2400-2500. Я, честно говоря, лично для себя жду этой цифры до конца следующего года. До конца следующего? До конца следующего года. Если взять исторический хайт, который был в 81-м году и с поправкой на инфляцию его посчитать, там будет все 2,5. Я согласен, да. В этом случае мы можем пересчитать и 40 тысяч за унцию насчитать. Это нормально. Но мы в нынешних реалиях. Цифра 2,5, она, мне кажется, вполне реальна. Это не фантастика. Да, да, да. И единственное, что еще стоит упомянуть, да, что инвесторы всегда смотрят на опережение. То есть, и по моему глубочайшему убеждению, антиинфляционные товары будут расти до того, как инфляция перейдет в более-менее, там, ну, как инфляция начнет сильно расти. Скорее всего, они будут сильно расти в начале росте инфляции. Да, то есть, инфляция начнет потихонечку показывать, что да, условно говоря, я готова полететь. И тогда все антиинфляционные вещи будут расти. А на пике инфляции, скорее, их будет уже сдавать. Ну, то есть, еще раз, это всегда так. Рынки отыгрывают в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, рынки отыгрывают все эти вещи заранее. Поэтому, когда инфляция в Штатах будет уже довольно высокой, то антиинфляционные вещи будут довольно дороги. Ну, золото, да, оно растет, золото, серебро, оно растет не на самой инфляции, а на росте инфляционных ожиданий. Абсолютно верно. То есть, если посмотреть статистику, то эти просто две кривые совпадают и ходят все время вместе. Я думаю, что это будет также на этот раз, а инфляционные ожидания, они после объявления третьего КУИ, они резко возросли, а при том, что рынок был убежден в том, что до середины 2015 года ставки будут на нуле, это означает, что реальные ставки, они будут еще более негативными. На фоне негативных реальных ставок, то, что называется opportunity cost для инвесторов, оно нулевое. То есть, инвестор ничего не теряет, покупая золото, потому что многие считают его не инвестиционным активом, так как оно не приносит дивидендов и купонов. Но когда у тебя альтернатива заработать ноль и даже потерять деньги в реальном выражении, то это не страшно, держать золото в портфеле. Это правда. Не то, что не страшно, а это правильно держать золото. Это правильно. Это, кстати, то, что действительно сейчас, может быть, на российском фондовом рынке, именно на розничном, что оно действительно есть. У меня, я руковожу не только структурным продуктами, но и персональным брокерским обслуживанием, поэтому действительно много клиентов, которые смотрят на фондовый рынок, практически все, и правильно делают, как альтернатива депозиту. То есть сколько я могу получить на депозите? Условно восемь. Поэтому логично, что меньше, чем за двумя-тремя депозитными ставками. Я тебя перебью, у меня тоже тема близка. У нас есть две инвестиционные идеи. Первая сохранить, вторая приумножить банковский депозит. А если штатский депозит условно ноль, поэтому куда ни вкладывайся, у тебя потенциальная доходность всегда выше, чем альтернативная. Поэтому, собственно, народ и будет вкладываться в те вещи, которые, как правило, работали в таких ситуациях. И полностью согласен, что это 70-е, 80-е годы. Аналогии. Другой вопрос, что когда мы переходим из таких глобальных более или менее ассоциаций, глобальных трендов экономических каких-то, когда мы переходим к более локальным вещам, на самом деле никто не знает, когда это начнется. То есть плюс-минус 2-3 квартала, 4 квартала, допустим, если 70-е проецировать сюда, совершенно легко. Потому что, конечно, история повторяется, но нюансов везде куча. Поэтому здесь, опять же, из разговора с клиентами, что нельзя предсказать точно, когда это начнется. Нужно просто понять, куда смотреть, для того, чтобы определить, что да, возможно, сейчас опасно. Или наоборот, нам opportunity какой-то есть. Вот, собственно, на этом и живем. Я понял, да, замечательная жизнь. И потом я еще соглашусь с тем, что, конечно, временное понятие, да, параметр квартал, все-таки это больше для инвестиционных каких-то идей. Мы сейчас вот, как раз Сережа говорил о спекулятивных. Я прошу прощения, поскольку сам очень это дело люблю. Вот буквально в этот час, да, 1755 долларов за тройскую унцию отскочило в очередной раз, это я на спотовый рынок смотрю, отскочило золото. Вот хорошая поддержка просто потому, что можно было бы покупать спекулятивно как раз на уровне 1750. Но тут не только спекулятивно. То, что я говорил спекулятивно, это касалось там фондового рынка, там, скажем, до конца этого года. Ну, квартал, да. Люди все равно хотят какие-то такие короткие идеи. Но в такой ситуации, наоборот, более разумно подходить долгосрочно к портфелю. То есть сделать для себя просто понять, чего тебе нужно. То есть какой у тебя риск профиля, грубо говоря, сколько ты готов терпеть просадки и сделать портфель просто соответствующим образом, который будет ориентирован на рост, опережающий инфляцию, но при этом с ограниченными рисками. То есть только так. Можно, конечно, если руки чешутся, какую-то часть выделить для спекуляций, но спекулировать, скажем, всем своим капиталом, это как бы глупо и опасно. Нет, нет, ну это да. Это неприемлемо, как говорится. К сожалению, исход в большинстве случаев предрешен. Ну, конечно, нет. Ну и потом, если человек действительно, да еще если он левереж какой-то берет при этом. А как же без него-то? Да, он должен понимать, да, что в этом случае это не совсем то, о чем мы говорим. Это не совсем трейдинг. Вот, кстати, да, если раз уж мы заговорили про то, что сейчас есть, и вот мы, собственно, за эфиром, до эфира разговаривали, да, сейчас вот такая штука, как структурные продукты, это вот именно защищенные инвестиции, да, значит, набирают действительно популярность. После того, как люди наелись, там, 2008 года, потом 2011, когда там все стояло условно вправо, там, индекс, да, а то и падал там весь год. Сегодня, в 2012 тоже такое счастье, это тоже периодически сомнительное, да, то есть то мы падали, то мы два месяца стояли, потом и так далее. То есть такие штуки, как инвестиции защиты капитала, какие бы они ни были, да, что они набирают популярность. Потому что, с одной стороны, да, люди говорят, не, вот этих вот 8% на депозите мне, наверное, недостаточно. Я, наверное, готов часть денег, и это разумно, да, выделить под больший риск. И большинство людей соглашается с тем, что взять на себя риск не потерять свои деньги, а взять на себя риск не заработать ставку банка, да, как минимум не заработать ставку банка, это, ну, это приемлемо, да. То есть, ну, да, как бы, ну, инфляцию, инфляцию я потеряю. То есть риск в этой ситуации будет равен вот пресловутому банковскому депозиту, да? Ну, условно говоря, не заработать этот депозит, но при этом иметь возможность заработать 2-3 депозитные ставки. Вот, штука очень хорошая, много компаний этим занимаются, вот, и на самом деле результаты клиентов более-менее, более-менее хорошие. Да, это вот одна из, раз уж мы говорим там не только про прогнозы, но и про идеи. Вот, 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 я, Саш, извини, я тебя ребью, давайте мы, ну, небольшой анонс, я так сказать, озвучу, давайте мы сейчас поговорим именно об идеях. Вот, видишь, ты начал рассказывать о структурных продуктах, то есть как технически это выглядит, да, как, может быть, какие-то названия ты произнесешь. Давай об этом поговорим. Ну, да, собственно, это инвестиции. Как выглядит вот этот структурный продукт? Ну, структурный продукт, это на самом деле, там, за рубежом это нота, у нас это контракт, либо в доверительном управлении, ну, неважно, как разные компании упаковывают это по-разному на самом деле, да, главное идея в чем, да. Идея в том, что клиент, инвестор получает возможность инвестировать в какой-то актив, какой-то, и на самом деле неважно, в рост этого актива или в падение этого актива. Да, в любую сторону, в движение этого актива посредством структурного продукта, при этом, имея вариант, что если этот актив пошел в нужную сторону, то есть угадал, да, то я получаю доход, часть от этого роста, зачастую не весь рост, а, например, там, половину, 70% в таком деле, но если не угадал, деньги назад. Слово нехорошее только не угадал. Ну, если, да, если актив, да, пошел не в ту сторону, то деньги возвращаются назад. А риски кто берет на себя в таком случае? А этот продукт таким образом сделан, да, что при условии, что ты досиживаешь, инвестор не гасит продукт досрочно, да, этот продукт дает именно такую, ну, выражаясь там научным языком, функцию выплат. Вот у него выплата такая немножко ломаная, да, что если, например, там, это ставка на рост, то в случае роста ты получаешь доход по этой формуле, рост умноженный там на 0,5, 0,7, 0,3 и так далее. А в случае падения ты получаешь защищенную часть своих инвестиций назад. Вот, и в чем еще привлекательнее это вот для клиента, почему туда идут? Потому что клиенты известны все его исходы. По крайней мере, самый худший известен точно. Вот эта вот штука набирает действительно популярность, и в том числе почему? Потому что, ну, хочешь не хочешь, как бы не то, что грамотность, инвестиционная грамотность, можно сказать, что население растет, но все-таки все больше и больше народу что-то как-то слышали про фондовый рынок. А шагнуть от депозита сразу, там, вот, как это, в акции, да еще и с плечом, да, наверное, как-то страшно, да и на самом деле, ну, не всегда рационально. Для этого есть профессионалы рынка. Абсолютно верно. Для этого есть такая штука, что с одной стороны у тебя есть защита, ну, так аналогия депозиту, да, понятно, ты не получаешь фиксированной ставки, но ты точно защищен. А с другой стороны ты уже инвестируешь, прости, в фондовый рынок, и там доходности другого порядка, да. Вот, и вот эта вот штука действительно пользуется популярностью сейчас среди клиентов, и на самом деле, там, скажем так, по моему глубочайшему убеждению, структурные продукты сейчас развиваются не потому, что их раскручивают, там, брокеры, там, управляющие компании и так далее, а потому что это реально такая штука, которая сейчас клиентам очень полезна. Я понял. То есть так, с близкими стопами, что называется, структурные продукты. Ну, да, да, да. А, Сереж, поделись своими идеями. Ну, я, во-первых, соглашусь на тему структурных продуктов, абсолютно, это именно то, что сейчас, так сказать, пользуется популярностью. Можно еще добавить к тому, что было сказано, то, что есть еще продукты, где тебе вообще не нужно угадывать, вырастет рынок или упадет, ты можешь заработать в любом случае, упадет рынок или вырастет, и при этом все так же остаться защищенным, то есть не потерять свои деньги. Единственное, что нужно отметить, что инвестор должен заранее выбирать срок, на который он готов сидеть в этом продукте и не требовать свои деньги назад, потому что только в этом случае он получает защиту капитала. Если он выдернул деньги в середине срока, то защита не гарантируется. За то, чем выше этот срок, например, в случае трех лет, что для нашего клиента, наверное, максимальный срок, на который может пойти наш человек, можно вообще поймать, грубо говоря, половину любого движения рынка за три года, куда бы оно ни было, вверх или вниз, и при этом быть защищенным. Что, в принципе, на мой взгляд, очень неплохо. То есть он просто инвестировал какую-то часть своих денег, которые ему точно не понадобятся в течение ближайших трех лет, и с большой долей вероятности заработает на этом больше, чем банковский депозит. Я не очень люблю этого слова, но я слушаю сейчас вас, вы так это все радостно все это рассказываете, так все это красиво, и у меня почему-то оно вертится в голове. То есть я так получаю, что любая инвестиция вот в эти структурные прогнозы, она гарантирует, да, спокойную, ну, для денег, по крайней мере, спокойное будущее. Ну, спокойный сон точно. Спокойный сон. Это тоже неплохо, кстати. Нужно выбрать, что... Я понял. Сережа, я прошу прощения, еще раз слушаем новости, а потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Итак, мы завершаем нашу программу на Финам ФН «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Последний ее блог будет посвящен подведению итогов нашего сегодняшнего разговора, тема которого – фондовый рыдок, идеи для инвестирования и прогнозы. Говорим мы на эту тему в сегодняшнем эфире с моими гостями. Это Сергей Григорян, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанка», и Александр Лапутин, руководитель направления структурных продуктов брокерского дома «Открытие». Ну что ж, я попрошу, уважаемые коллеги, продолжить разговор, хотя, собственно, он коснулся и, да, с точки зрения Саши и Сергея, одного и того же, пока непонятного мне, и тем не менее звучащего оптимистично, структурного продукта. Олег, надо попробовать. Пока не попробуешь, ничего не поймешь, это нормально. Это факт. Я продолжу свою мысль, которую начал перед перерывом. Каждый должен для себя выбрать, что он больше хочет. Как говорится, лучше есть или лучше спать. Если лучше спать, то вот этот вариант, он на самом деле очень подходящий. Либо сделать, например, хорошо диверсифицированный портфель из разных классов активов. Благо сейчас многие управляющие компании позволяют с помощью даже ПИФов это сделать, которые, скажем, дают инвестору экспозицию в ранее недоступные классы активов, такие как американские акции, глобальные акции, даже глобальное сырье, глобальная недвижимость и так далее. Сначала поняв свой риск-профиль и сделав в соответствии с ним грамотный портфель и понимая на берегу, что портфель этот сделан не на месяц, а это инвестиционный портфель, можно тоже спать спокойно. Если хочется лучше есть, то, наверное, можно все свои деньги отдать на брокерский счет, взять третье плечо и начать работать. Но нужно понимать все с этим связанные риски. Вот, так что вот так вот. Я понял, я сейчас задумался, о себе думаю, что мне больше хочется, лучше спать или больше есть? Больше есть. Но больше есть, как правило, вредно. Лучше есть, чем больше. Много ешь и хорошо спишь еще при этом. Так это вообще страшно. Красота-то, боже мой. Так, хорошо, ладно. Итак, давайте продолжим, собственно, подводить итоги. Если можно, давайте еще раз вернемся к прогнозам. Хотя я понимаю, все-таки прогнозы дело не благодарное, и мы не гидромедцентр. Но тем не менее, на кратко и среднесрочную перспективу. Что мы можем увидеть сейчас от российского рынка, от нефтяных цен, от рубля, что также очень интересует, как правило, наших слушателей. Ну и глобальной перспективе, может быть, от финансового рынка в целом. Ну да, я все-таки, как вот, за то время, когда работаю с клиентами и, собственно, в принципе, там на фондовом рынке, я уже, как правило, какой вопрос мне не задают. Я отвечаю не на вопрос, что будет, а на вопрос, что делать. Потому что, что будет, я убежден, что не знает никто, а что делать, вот в этом, за это, собственно, и платят консультанты и всем остальным. Поэтому, если уж брать, допустим, до конца года, да, я не думаю, что рынок будет сильно выше. Да, там 10% может подрасти. Другой вопрос, мы сейчас постоим, потом поползем вверх, либо скорректируемся, потом пойдем там выше, бог его знает. Как поступать в данной ситуации, да, то есть, первое, сейчас я бы не брал на себя больших рисков. Это раз. Второе, ну, может быть, немножко там дня на два, на три опоздали, вот. Вот, но, тем не менее, мысль после столь серьезного роста рубля сыграть наоборот, да, то есть, в... Ну, опоздали, вчера, вот мы рекомендовали продавать рубль против доллара. Да, мы тоже рекомендовали там три дня назад, но сейчас там, да, сейчас это выглядит, как... Ну, ничего, ничего. ...торговали на левой части графика, это неправильно. Нет, это нормально. Вот, тем не менее, да, потому что рубль развернулся каким образом? Одновременно. Вот еще, извини, про левую это смешно всегда, да, а еще такой вариант. Я же говорил. Я же говорил. Я же говорил. Да, 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 это право, мы же говорили. Да, да. Вот, тихо говорили, что никто не услышал. Так вот, рубль-то, собственно, его развернули с двух сторон. ФРС сверху надавил на доллар, а ЦБ наш снизу надавил на рубль, поэтому, соответственно, так он, собственно, и провалился, в смысле доллара против рубля, да. Вот, вполне возможно сейчас сделать такой портфель довольно интересный, снизить долю блю-чипсов или индексных вещей, возможно, скажем так, выйти из портфеля на какое-то 20-30%, но за счет этого взять так называемые хайбета акции, то есть акции с большой корреляцией, с сильной корреляцией к рынку. То есть это, как правило, это металлурги, в первую голову я про них говорю. Мы сейчас о нашем рынке говорим. Конечно, о российском рынке, да. Вот, хайбета. Почему? Потому что, с одной стороны, они еще по совести-то не росли, да, но если взять Сбербанк, он там, ну, недалеко от исторического максимума. Если взять домогнитогорский комбинат, он недалеко от них за 2008 год, да. Вот, я не думаю, что они схлопнутся, конечно, да, я не думаю, что все это вырастет там в пять раз и так далее. Но в случае, если даже рынок российский в целом индекс не упадет, вот эти хайбета компании, которые отставали на, ну, которые падали там сильнее, да, они как минимум могут показывать динамику лучше рынка. Да, есть риск, безусловно, поэтому я не говорю, что брать с плечом. И, возможно, даже за счет того, что в портфеле увеличить долю бумаг с высокой корреляцией к рынку, увеличить в том числе долю кэша, да. Это вот то, что я, по крайней мере, сейчас сделал, да, у меня голубых фишек практически нет. Да и, собственно, после продажи 5 миллиардов долларов Сбербанка что-то как-то неохота там, ну, не верю я в рост сильный. Понятно, что он будет вместе с рынком куда-то идти, да, но вряд ли там сильно хорошо. Вот, это вот такие основные вещи, да. Играть по нефти вниз, ну, не знаю, страшно. Ну, то есть, вот, как, может быть, она, даже, я бы сказал, что, скорее всего, там, ее немножечко, может быть, придавит. Но с точки зрения открытия каких-то позиций, не короткосрочных, а даже среднесрочных, я предпочитаю не угадывать направление, а все-таки ждать не только, не только определяться с направлением, но все-таки искать хорошие точки входа. Извини, в понедельник наш коллега здесь сидел, не помню, к сожалению, как, в такой компании, он агрессивно шартил нефть. Ну, не сам, наверное, а он такой, причем у нее такая была, мне не нравится она по 116. Может быть, может быть. Она мне не нравится. Может быть, но на самом деле, да, то, что она кому-то нравится или нет, она от этого падать или расти не обязана. Это мы проходили уже тысячу раз. Вот, ну, как бы, да, заработал, если действительно шартил. Вот, что касается еще каких-то идей, да, ну, действительно, если, это я говорю, да, я оговорюсь, это я говорю про брокерских клиентов, которые уже собственными деньгами на фондовом рынке и так далее, не те, кто из депозитов там хочет куда-то выйти. Понятно, что сразу там покупать хайбета на половину портфеля, это, наверное, смертоубийство. Вот, действительно, есть варианты сейчас такой среднедолгосрочных вложений защиты капитала, тоже хорошая штука, да, и там вопрос, здесь вариантов намного больше, то есть на что поставить там шорт СНП, лонг нефть, лонг золото, там, и куча-куча-куча всяких вещей. Вот, ну, пожалуй, из основных вещей, наверное, все. Вот, это вот основная такая вот там одна из инвестиционных стратегий сейчас, которая мне ближе. Вот, и, ну, в случае, например, если уж там кто-то или не вошел, или думает входить и так далее, не знаю, упадет или нет, но если рынок будет отсюда 15% ниже, я бы подбирал. Я бы подбирал и вплоть до того, что формировал портфель на 100%, там, ну, вот эту рисковую часть портфеля, да, брокерского, формировал бы на 100% и тихо сидел бы на стуле ровно, ждал бы, пока все это дело порастет. Понял, спасибо, твоя позиция понятна. Сереж, как ты видишь, до конца года, как минимум, действия какие активные, что делать? Ну, до конца года, конечно, срок для инвестиций очень маленький, но, тем не менее, я не забываю о том, что последний квартал, как правило, исторически показывает хорошую сезонность для нашего рынка, поэтому я все-таки больше склонен смотреть вверх по нашему рынку. Не знаю, насколько это будет 10% в текущих уровнях, 20%, это во многом будет зависеть от того, что происходит на глобальных рынках, но, на мой взгляд, риски смещены вверх до конца года по нашему рынку. Вот, и да, я согласен с тем, что после долгого периода отставания мы сейчас видим, в принципе, разворот относительно динамики металлургов против рынка, например, и можно на этом сыграть. Вот, поэтому, если говорить о распределении по активам, то я бы держал бы часть в российских акциях, обязательно бы держал часть в акциях качественных, глобальных, если есть такая возможность, например, индивидуально, либо через фонд, качественных, я имею в виду, давно существующих, платящих хорошие дивиденды, там, не меньше 5-6% годовых. Не фейсбук. Не-не-не, не фейсбук. Вот, там, где понятный бизнес, понятно, на чем они зарабатывают, и что будут еще 100 лет зарабатывать на том же самом. Вот, однозначно золото, потому что, несмотря на то, что там возможны, конечно, просадки, я думаю, что это, наверное, сейчас единственный актив, где то, что называется conviction buy. Я не знаю, честно говоря, что может изменить тренд. Обрушить его, да? Единственное, что неожиданное восстановление и рост американской экономики, тогда, да, тогда ставки начнут расти, и начнется, так сказать, схлопывание вот этих негативных ставок в сторону позитивных, тогда золото придет конец. Но, как бы, какова вероятность этого события? Я думаю, она стремится к нулю в данный момент. Вот, так что золото однозначно должно быть в портфеле, причем в большой доле. Я думаю, что не меньше, там, процентов 20 от совокупного портфеля. Вот, и это касается не только короткосрочного портфеля, но и долгосрочного, даже в большей степени. Облигации, честно говоря, я не очень люблю сейчас, потому что я думаю, что пока мы не увидим, а как разрешится ситуация в Штатах вот с этим финансовым утесом, да, и я бы не стал туда заходить, потому что если там вдруг не договорятся, Конгресс с Белым домом, тогда да, тогда будет глобальный риск офф, тогда все может упасть там на 30 процентов легко, и будет резкий уход в качество, и тогда американские облигации вырастут, даже несмотря на текущие низкие ставки. Вот, но это будет понятно только, к сожалению, в конце этого, в начале следующего года. Поэтому сейчас бы облигации не лез, именно с точки зрения глобального распределения активов. Это не отменяет того факта, что есть интересные отдельные облигации на рынке, особенно там на российском, которые можно брать. Это что касается распределения по активам, а по валютам я бы до конца года, наверное, половину бы держал в рублевых активах, половину в валютных, причем в валютных я бы упор бы сделал на доллар в пользу относительно евро, потому что мне кажется, что вот это падение летнее, которое произошло под доллар против евро, оно уже привело к такой достаточно сильной перепроданности валюты, и сейчас мне кажется, что пошла немножко обратная реакция. И, скажем, если стандартный набор, это 50% в рублях и по 25% в долларах и в евро, то я бы сейчас перевесил бы, оставив там 50% в рублях, сделал бы, например, 40% в долларах, 10% в евро, как-то так. То есть однозначно в пользу доллара. Спасибо, Сережа. Небольшой анонс, уважаемые слушатели, осень-2012. Куда хочнется политический маятник? Тема сегодняшнего разговора Юрия Пронько и лидера СРФ Сергея Миронова сразу после выпуска новостей. А я буду подводить итоги. Я прежде всего благодарю моих сегодняшних коллег. Это Сергей Григориан и Александр Лапутин. Собственно, тему, я считаю, мы достаточно широко развили, поговорили о прогнозах и о идеях для инвестирования. В общем, я буду заканчивать. Я благодарю вас за внимание, уважаемые слушатели. Во все времена идеи существуют. Главное, успехов на рынке. Всего хорошего.